Очень хорошо, потому что помощь означает принятие. Это те же проблемы, что и судьбе, который помогает, почему к ней как-то прилипает? Смотрите, если мы помогаем другому человеку, значит, что мы делаем? Мы освобождаем его от проблем. Куда они идут? Мне идут. Это означает бестолковость. Потому что человек должен очень четко понимать, что он не может сам помочь. Мы должны четко понимать, что помощь идет свыше. Человек должен молиться святому человеку, говорит, пожалуйста, помоги вот этому человеку. Я беспомощный человек, но ты всемогущий. Пожалуйста, помоги вот этому человеку, потому что ты связан с Богом. Ты полностью предан ему. От тебя исходит такое же сяние, как от Бога. Помоги, пожалуйста. Идешь дальше и делаешь массаж обычно этому человеку. Не то, что ждешь, когда он поможет, а ты помогаешь сам. Делаешь массаж, даешь лекарства, применяешь свой интеллект для того, чтобы ему помочь. Но думаешь, когда ты ему помогает, думаешь, о, это действует сила этого святого. Вот этот эффект, который вы сказали, не будет проявляться. Это мой личный опыт. Я точно убежден, что так работает. Так вот это и называется жизнь. Пока, вроде, все, не осталось. Газ опять, что-то пошло. Не мы, как орудие Бога, а святое орудие Бога. А я просто пыль по отношению к нему. Пыль. Вы по-другому трактуете. Ну и как вы, я орудие Бога. Вот цветной человек, мой народ, я становлюсь орудием Бога. Я просто. Вот. Не так система работает. Я просто пыль. Понимаете, просто пыль. И так, как Бог избавит меня, слава Богу, спасибо тебе большое. Все. Бог действует через меня. Ну, конечно, конечно, Бог действует через меня. Какая же я тогда пыль. Мы все, конечно, мы все, как Олег Геннадьевич, несомненно. Все частички Бога, да. Чистички Бога, мы все частички Бога. Я тоже серьезно. Все мы частички Бога, все. Что здесь? Вот. Да. Да. А мы же... Напрямую, без проблем. Эй! Ты что там? Не видишь, что ли? Напрямую, запросто, вообще, без проблем. Вот я думаю, что все отношения с Богом, у каждого, с твоими. Можно как-то... Наше отношение с Богом заключается в том, что мы от Его отвернулись. Мы не хотим Его увидеть, потому что Он представлен в нашей жизни. Прежде всего, в виде совести. Мы все бессовестны, потому что мы постоянно оправдываем себя и себя превозносим. Даже когда мы обращаемся к святому, мы все равно хотим, чтобы энергия проходила через нас. И даже если мы изучаем духовное знание, мы считаем себя все равно частичками Бога, блин. Означает почти как Бог. Мы причастны, причастны. Мы частички Бога, поэтому все нормально у нас, нормально. Это означает эгоизм. Раба так ужина, а раба так ужина. Раба Божия, вам говорят. Раба Божия, понимаете? Раба. Все. Раба. Вот и в раба. Все. Вот раба и все. Все. Ну, последний вопрос. Наказание и сострадание. Это одно и то же. Я как-то молился своему духовному учителю, итировал на него. У меня был один вопрос. Пожалуйста, прояви передо мной тот внешний вид, свое лицо, которое выявлялось максимально сострадательным для меня. Я вот искренне молился несколько месяцев. Я хотел увидеть, вот максимально, и я увидел, представляете, у меня такое видение возникло, аж меня перебернуло. Я увидел, как мой духовный учитель смотрит на меня очень строго. Он никогда в жизни строго не смотрит. Даже не слышал никогда в жизни от него строгого слова. Но я когда увидел его строгий взгляд, я просто сначала опешил, а потом понял. Это самая большая милость, когда человек, который может любить, относится к тебе еще строго. Понимаете, тот, который может любить, еще и строго к тебе относится. Тогда строгость означает правду. И это означает, что ты все поймешь. Он ведь честно все скажет. Но только тот, кто может любить. Потому что нам все говорят правду. Все. Когда муж орет, он всегда правду говорит. Знаете, это чистая правда, все, что мы говорим. Немножко преувеличены. Ну, правда. И мы не принимаем эту правду. Потому что правду можно принять только с любовью. Поэтому наказание и сострадание – это одно и то же. Когда человек сострадает, он может наказать. А тот, который не сострадает, он не может наказать. Нет никаких шансов. Он может только мучить и все. Да, да. Не всегда в животное превращается. Найдя в жену. Называется последний шанс. Называется последний шанс. Понимаешь? Запросто. Если ты животного съедаешь или убиваешь, в следующей жизни животное превращается в человека. Потому что человек насилие над ней совершил. И она получает его природу. А человек, который съел мясо, будет приближаться к животному. А как вести себя с особо значимыми людьми? А? Почему все человечество? Люди движутся вниз, большинство. Потому что они живут неправильно. Большинство, но не все. Некоторые едят мясо, но при этом молятся постоянно. Они будут живут на следующей жизни. Они очистятся. Понимаете? Потому что молитва, она освобождает от всего. От всех проблем человека. Молитва выше всего стоит. Но жестокость никогда не будет оправданной в нашей жизни. Потому что мы можем менее развитые живые формы есть. В них есть все незаменимые аминокислоты, растения. Но мы не хотим. Мы хотим наслаждаться мясом. Означает, будем страдать. Мясо это обман называется. Как можно очистить мясо с помощью? Это же обман. Ты убил сначала человека, а потом говоришь. Сейчас я помолюсь и очистюсь. Бог не принимает. Например, я убиваю вас и говорю. Сейчас я помолюсь и все пройдет. Очищусь. А вы сейчас поняли. Я про вас сказал. Понимаю. В этим и животное. Отсюда думаете? Животное, ведо объясняет, кто такие животные. Животное это как дети малые. Во всех, во всех, я в священных писаниях это встречал. Они как дети малые. Означает, что это защищать надо, не убивать. В ведах, во всех, во всех языках мира есть это знание, что животное это дети малые. Мя-со. Мя означает я. Со означает похожий. Такой как я. Мя-со. Такой как я. Мам-са. Санскрипт. Мам означает я. Са означает такой же. Мид. Мид означает я. Ид означает оно. Я это оно. Понимаете? И так далее. Когда был в Литве, я сказал об этом. Говорят, на нашем языке то же самое. Понимаете? Многие языки об этом говорят. Мы не хотим принять, потому что мы привыкли так жить. В этом и заключаются проблемы. Сострадание означает не быть причастным к убийству. Животное, у них разум не работает, но ум уже развит очень сильно. Я довесняю. Есть разные формы жизни. Допустим, деревья тоже форма жизни, но они живут как во сне. Они ничего не соображают. Поэтому, допустим, ветки отстригли, они еще сильнее начали расти, потому что чуть-чуть пробудилось дерево от этого, и оно ничего расти еще сильнее. Поэтому садовники всегда стригут ветки, чтобы лучше росло и лучше урожай давало. Если поросенку лапу отрезать, она не вырастает. У них другая форма жизни, не предназначена для того, чтобы стричь. Нет, неправильно. Правильно означает, что человек, когда молится, он очищает от этой пищи, очищается. Но это не означает, что он потворствует, понимаете? Это разные вещи. Человек должен освободиться на лиха, он должен победить себе это желание. Это очень сложная тема, я не хочу ее раскрывать дальше, потому что ее понять очень сложно. Она сложная, эта тема. Ее вот так сейчас раз за секунду не поймешь. Принять эти вещи очень тяжело, потому что серьезная тема. Я изучал этот вопрос. Допустим, человек взял, перестал яблоки есть. Никто не заметит. Никто не заметит. Человек перестал, допустим, даже молоко пить. Никто не заметит. Человек перестал грибы есть, допустим. Ну, так. Ну, все равно никто не заметит. Но если человек перестал мясо есть, капут, все сразу на него. Почему? Потому что пища обладает силой. Пища меняет судьбу. Поэтому все замечают. Подумайте об этом. О, я уж даже не помню. Сейчас скажу вам. 22 года назад. Видите, живой? До сих пор. Поблить на чуть-чуть. Дай Бог. Подумайте. Да, я буду ходить иначе. Ну, подобное, значит. Из мяса жизни нет. А? А есть ли ребенок, которое 5-летний, с детства мяса не ест? Ну, не любит просто. Ну, и что? У меня вот дедочке 17 лет, она никогда не нюхала. Еще нормально растет, и все, без проблем. Это же просто, вы понимаете, это вот это вот и есть. То, что мы как бы себе бошки били, вы понимаете? Вот это и есть. То, незаменимые белки аминокислоты. В 73-м году русский ученый, академик, посмотрел продукты, начал вот эту, пытался эту концепцию изучить еще раз. Взял продукты, посмотрел, во продуктах куча этих аминокислот, во всех продуктах овощных, растительных есть. Я уж не говорю про молоко, которое мясом не является. Понимаете, там все везде, есть эти незаменимые. Потом дальше начали исследовать. Как казалось, некоторые племена в Африке питаются только кокосами одними. Ты под 2 метра ростом, таким бугарей, вообще нет проблем. Откуда силу здоровья, если мясо не едят, непонятно. Я хочу моим употреблением. Просто, может быть, наркотик в прошлой жизни, что он как бы уже энергетический уровень? Да, какой энергетический уровень? О чем вы говорите, Господи? А если на севере чувствует, что у них же там нечего? А это уже означает тяжелая судьба. Веда описывает, что когда человеку нечего есть, да, нечего есть, когда человек... У человека тяжелая судьба. Бывают народы, рождаются в тяжелых условиях жизни, тяжелая карма. Чукчи. Или, допустим, есть люди, которые живут высоко в горах. Там, кроме яков, у него никого нет, они кушают эти яки. Вот, есть люди, которые живут в пустыне. Там тоже, кроме вертлюдов, никого нет. Приходится есть вертлюда. Понимаете, значит, тяжелая карма. Веды говорят, если у человека в войну, в локарном Ленинграде, допустим, находится, мышки одни остались, больше есть нечего. Придется есть мышек. Но это не значит, что это хорошо. Просто он выживает и все, понимаете? Выживает. Теперь у меня к вам вопрос. Вы что, выживаете? У вас есть нечего, что ли? Нет. Ответ – нет. Кушать есть что? Можно кушать без мяса, значит. Означает более чистая жизнь. Это все. Означает также сострадание. Потому что, смотрите, мы очень любим собачек, чьи-то кошечек, и потом кушаем колбасу. Колбаса также означает домашнее животное, те же самые коровки, те же самые олечки, которых мы тоже любим, но почему-то режем. Собачку, если кто-то режет, но я его прибью просто. А овечка, что ли, собачка такая же? Я знаю одного человека, который дома завел поросенка. А что-то ужас. Он понял, что это класснее, чем собачка, более интеллектуальное существо. Человек доказал, что поросенок интеллектуальнее в 10 раз, чем собачек. Он лучше все понимает быстрее. Мне даже говорить не надо. Просто посмотрел, он уже знает, что не надо за стол идти, надо под кровать. То есть просто взглядом управляет его поведением все. Понимаете, даже пас не надо говорить. То есть он настолько чуткое существо, поросенок. То же самое коровы. Но мы привыкли их жрать. Поэтому мы не относимся к ним, как к домашним. Это проблема наша, а не их. Наша. Это наша проблема. У меня моя сестра сидела как-то у моего брата с его дочкой. Они одного примерно рождения, возраста. И моя сестренка, она увидела курицу, мультик смотря, она курицу увидела. И говорит, ой, мне так курица нравится. Я люблю ножку куриную есть. Семь лет. А дочка вот моего брата, то есть брата моего отца, он моей матери, дядя моего, она заплакала. Она заплакала. И говорит, я тоже курочку люблю. И начала плакать. Понимаете, любить-то можно по-разному курочку. Вот в чем проблема заключается. Все, у нас вопросы закончены. Я сейчас вам расскажу, как повторять. Я желаю всем счастья. Я вам одну вещь скажу. Вы, пожалуйста, поймите простую вещь. Знание – это основа счастья, знание. Поэтому ничего не надо менять в своей жизни сейчас без знания. Не надо ничего менять. Вот как вы жили, так и живете. Просто изучайте, как жить правильно. Придет время, и время, и все будет меняться само. Вот вы, допустим, кушаете мясо. Но кушать мясо нет проблем. Человек кушает то, что он может кушать. Понимаете, есть много причин, почему человек кушает мясо. Кушайте мясо, если не кушайте мясо. Если ругать сможем, ругать сможем дальше. Потому что вы не сможете не ругаться с ним. Вы не сможете сейчас взять и не ругаться. Не надо думать, что я сейчас все поменяла в своей жизни в одну секунду. Не надо так думать. Надо понять одну вещь после этой лекции, что знание меняет человека. Знание. Означает не то, что мы думаем. Знание не означает информацию получить. Знание означает, что что-то должно войти в сердце, и человек должен понять. Когда человек это понял, у него нет проблем. Я, например, не помню, когда я бросил есть мясо. Просто я помню об инфаркте. Я начал лечить людей после института. Я их лечил не традиционными методами. Я изучал, как действуют продукты различные на человека. Я увидел, что если человек ест мясо, его вылечить тяжелее. Я много раз это смотрел. Смотрел. Не работает система. Человек начинает есть мясо, вылечить тяжелее. Я просто из-за этого взял и бросил есть мясо. И все. У меня просто понимание такое пришло. Раз это мешает быть здоровым, зачем это есть? И все. Потом недавно я увидел в Америке исследование провели. Оказывается, мясо является главным фактором канцерогенов, браковых заболеваний. Главным. То есть самый первый фактор развития опухоли – это мясо. Самый первый фактор получения ненужных антибиотиков в организме – это мясо. Потому что их кормят антибиотиками. Вот самый первый фактор получения продуктов распада в организме – это мясо. Потому что как только оно предназначено для распада. А кто как мясо убивает, сразу начинает тухнуть. И поэтому это используется куча веществ для того, чтобы убить запах. Это целая промышленность работает на то, чтобы убрать этот запах мясной. Для того, чтобы перекрасить цвет и так далее. Понимаете? Вот и все. Даже с точки зрения современной науки просто поизучать, как оно готовится, и уже становится понятно, что ты ешь. Если вам нравится вкус, пожалуйста, нет проблем. У меня сейчас вот под боком, в том месте, где я живу, один человек производит колбасу, докторскую колбасу. Производит в склепах. Он разделяет пшеницу, пшеница, белок и крахмал. Когда белок один остается, он по вкусу становится как мясо. Куст такой же. Добавляет туда некоторые вещества, и он становится таким же красненьким. Отрезаешь, кушаешь. Нет разницы просто. Нет разницы. Когда дядя своему дал по кругу, он поел, говорит, гады! Так на самом деле в колбасе там мяса и нет. Вкус тот же самый. Дурят, дурят. Руком воспринял эту информацию. Это так или иначе. Идея в чем заключается, что вкус бывает не только от мяса такой. Это факт. Ну ладно. Давайте про меня закончим. Больная тема. Надо прилагать усилия. Сострадание означает способность принять боль на себя. Она состоит из двух аспектов. Это чуткость и любовь. То есть грубый человек не может быть сострадателем, он не чувствует другого. Надо проявить чуткость. Надо посмотреть в глаза человеку, принять ему боль и желать ему счастья дальше. Не соглашаться с этой болью, желать ему счастья. Помогать ему. Что с тобой стряслось вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, упрямо молчать. И час и другое подряд. То есть это означает, что человек подошел к другому человеку и начал с теплом ему что-то говорить. Но для того, чтобы тепло в сердце было, для этого надо его в сердце набрать. Потому что иногда не хватает силы подойти и сказать. Поэтому в основном люди как живут? Они не общаются друг с другом. Ну допустим семейной жизнью личной. Взять допустим семью. Мы сейчас проведем небольшую статистику. Вот для того, чтобы проявлять сострадание, нужно просто близко разговаривать. Разговаривать о трудностях в совместной жизни. Причем разговаривать из эмоций. Потому что иногда такие разговоры случаются. Но они заканчиваются скандалом. Это означает, что каждый человек доказывает, в чем я прав. А не пытается выслушать другого человека и понять, в чем он прав. Хотя бы один, если начал слушать, скандалом нет. И этот один должен быть вы. А не тот, который не пришел на лекцию. Видите, вы не любите кого-то сейчас. Вы не обращайте внимания. Я это говорю не потому, что я плохо к вам отношусь. Просто я на Северном Урале родился. Я простой парень. Просто вы сказали слово. И я знаю, зачем вы его сказали. Потому что не хватает и ты к этому человеку. Наверное, это означает, что вы пошли в нужном направлении. Первое слово – это наверное. А потом, когда вы помолитесь, потому что сразу очень трудно принять, больно принять. Когда вы помолитесь, вы увидите, что нет и ты. Нет и ты, есть защита. То есть два человека почему ругаются? Потому что им больно, больно друг с другом рядом. Поэтому они о своей боль высказ, поэтому ругаются. В этом причина ругания. Нет другой причины. И поэтому хочется понять, почему я должна начинать, если он козел? Почему я? То есть… Я на руках начинаю. Виноватый? Да. Тогда нет проблем. Если за… Нет проблем, тогда нет. Я, если виноват, значит я должен все исправить. Понимаете, проблема заключается в том, что мы не можем просто так посчитать себя виноватыми. Потому что у нас есть одна психическая структура внутри, которая не дает такую возможность. Вы знаете, я изучал ясновидение. Что такое ясновидение? Как можно ясновидеть события в будущем? Знаете, что веды говорят об этом? Если человек способен в будущем очень сильно видеть хорошее, тогда плохое он увидит без проблем. Само собой. А если он видит только плохое, это значит, что он не сможет быть ясновидящим. Человек, который видит в другом только плохое, это обычное видение. Это не ясновидение. Это обычное видение. Мы все так видим мир. Мы видим, прежде всего, плохое в человеке. Но чтобы увидеть в нем хорошее, для этого надо сначала действовать и напрямую. Надо сесть. Это называется внутренняя жизнь. Очень мало сейчас людей этим занимаются, нас этому не учат. Надо сесть дома, прямо рано утром, поставить изображение святого внизу, изображение своего мужа. И начать святому поклоняться и желать счастья своему мужу, просить прощения, прощать. И постепенно вы начнете видеть, вспомните, что вы вместе с ним встречались когда-то, влюбили друг друга, что вместе жили, улетели своего ребенка. У вас столько событий хороших есть вместе. Но вы их сейчас уже все забыли, потому что негативное восприятие, оно все это уничтожило. Постепенно вы увидите, что это очень хороший человек, но сейчас вы не можете относиться к нему так, в силу того, что между вами накопилось плохое. То есть это благодаря молитве происходит, не за один день. Через месяц такой практики вы все начнете видеть это. Когда вы это все начнете видеть, в сердце вашего близкого человека, при виде вас, будет появляться совесть. Он будет чувствовать, что он к вам неправ. И он будет пытаться изменить отношения. Война закончится в результате. И это все происходит не потому, что вы с ним пытаетесь поговорить. Сейчас статистику проведем с вами. Вы увидите, что это не работает в системе. Поднимите руку, кто из вас в ближайший год смог хоть раз спокойно, нежно, о чем-то важном поговорить со своим близким человеком без эмоций. Поднимите руку. Посмотрите в зал. Видите, 10% людей. Несмотря на то, что я здесь раз в 3-4 месяца читаю эмоции. Все равно людям не хватает силы поговорить с близким человеком. Даже если они знают, что вот так надо это делать, не хватает силы поговорить. Вот если это близкий человек здесь, так уж если я с ним не могу с людьми поговорить, но с друг другом, не понимая. Вот это заключается карма, понимаете, она по-разному действует. Я, допустим, с вами могу поговорить, мне с нежностью с женой уже тяжелее. Почему? Потому что между нами с ней очень глубокая карма, она действует, поэтому ее тяжело преодолеть. И поэтому разговоры такие уже тяжелее с женой. Чем ближе люди, тем тяжелее им разговаривают, потому что сила кармы сильнее действует от близости. Итак, надо понять, что жизнь начинается с внутренней жизни и заканчивается внутренней жизнью. Внешнее проявление жизни является лишь результатом внутренней жизни. Если я внутри себя хорошо поработал, я хоть как-то могу что-то сделать для близкого человека. И первый этап таких действий называется сострадание. Вопрос заключается в том, насколько я могу близко это сделать. Потому что если очень сильно карма идет из близкого человека, я не могу слишком близко к нему подойти в отношениях. Потому что в результате меня начнет трясти. Я не смогу говорить дальше, потому что мне станет плохо. Это значит, что у меня не хватает силы. Озеро моего счастья, оно еще пока очень мелкое. В нем нет столько силы, чтобы своим счастьем поделиться с другим. То есть не хватает. Но сострадание что такое? Сострадание это способ устанавливать положительные связи. Отношения, в которых будет царить добро. Это сострадание может выражаться по-разному. Например, взгляд с участием. Означает, что ты видишь, что человеку плохо. Просто смотришь на него и показываешь ему, что ты видишь это. Этого достаточно. Уже отношения становятся теплее. Рыбки знаете, как воспитывают своих мальков? Они просто касаются их состраданием. Они разговаривать не умеют. Понимаете? Есть такой анекдот, как гавкает собака баскервилей. Оказывается, есть еще рыба баскервилей. Когда она проявляет себя, то кругом царит гробовая тишина. Потому что рыба баскервилей не может гавкать. Понимаете, идея заключается? Что рыбы, они не могут говорить, но они и мальки чувствуют рядом заботу. Потому что они могут касаться просто. Кто шлепнет, то стукнет. Кто шлепнет, то прякнет. Так происходит воспитание. Ракин в свое время говорил. Это правда. Надо все просто это делать с любовью. Добрый взгляд. Можно как бы взять человека, коснуться его как-то близкого. Это очень сильно работает. Называется страдание. Прикосновение с любовью. Не всегда можно говорить. Потому что когда человек открывает рот, то карма через рот выходит сильнее всего. Через прикосновение меньше кармы, через взгляд еще меньше. Рот открыл и пошла. Что ты вроде что-то хорошее хотел сказать, а получилось все наоборот. Человек обиделся близким. Итак, сострадание не всегда означает беседа. Вот если вы приходите домой, хотите сострадательно отнестись к близкому человеку. И, как говорите, сядь рядом со мной, допустим, мужу. Я хочу с тобой поговорить. Для мужчины это стресс. Просто для мужчины сесть рядом с женой это стресс. Потому что 20 лет жили вместе и поговорить близко означает, что она сейчас будет мучить жалобами, своими эмоциями. И мужчина сразу такой, ну я не знаю, мне надо сейчас смотреть телевизор. То есть мучается. Ему тяжело сесть рядом с женой. Он уже боится. Потому что сердце очень чувствительное. У женщин очень сильные эмоции. Она сама не замечает, как эмоциями давит. А мужчина больно, он как бы чувствует давление. Он страдает, когда начинает орать. Когда он начинает орать, то он начинает через этот центр психически давить. А у женщины здесь очень слабое место. В результате она от него полосы древенеет. Она не может ничего сказать. Думает, Олег, иначе какое сострадание. У меня просто сумасшедший. Понимаете, то есть так люди живут друг с другом в любви и в полной гармонии. Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что мы не знаем, какие усилия к чему прилагать. У нас нет знания, как общаться. Мы не знаем, что самое надежное общение — это взгляд. Просто теплый взгляд на близкого человека. На втором месте стоит прикосновение. На третьем месте стоит отвлеченное слово. Отвлеченное слово тоже хороший метод проявления сострадания. Допустим, посмотри, какой снег вокруг лежит. Да? Мороз и солнце, чей день чудесный. Еще ты прелаешь, друг прелестный. А время уже 8 часов утра. Пора, красавица, проснись. Открывай сам тут и не концовек. Ну то есть, все можно же делать с любовью, понимаете? И не обязательно грузить народ, что бежим дня, у тебя пухнут веки, там, почки отвалятся. То есть это не работает система. Надо поэтично, с любовью человека приобщать здоровому грузу жизни. Очень нежно, заботясь о человеке, не надо его мучить. Итак, сострадание означает, что мы ценим боль близкого человека, его чувства. То есть, в чем выражается мужская боль больше всего? Что больнее всего мужчине? И еще не больнее всего женские эмоции. Когда женщина эмоционально что-то говорит, она ему пытается глубже объяснить. Это означает удар на ножи пояса. То есть, вот сюда. Ему очень трудно это слушать. Его замыкает, она начинает вырываться из отношений. Женщине тяжелее всего. Это принцип мужчины, принцип, давление принципа такое. Так, я тебе сейчас все скажу. Ну вот как начинается принцип, то женщина уже как басит раньше, чем он уж начал говорить. Потому что давит он на мозги очень сильно. Ну то есть, идея в чем заключается? Что надо понимать боль близкого человека. Боль означает, мужчина без давления говорит, с юмором в жене. Говорит, тебе надо пораньше вставать, а то у тебя гормоны будут страдать, гормональные функции, адрекции слышали. Даже не обязательно, как вы говорите, что что-то будет страдать, а просто вставай, красавица, проснись там. И просто там взять ее вот так и понести в ванну. Ничего не говоря. Уже пора вставать. Взял и понес. Все женщины согласны так подниматься с постели. Я просто уверен. Да? Кто не согласен, поднимите руки. Женщины. Вы не согласны. Сами хотите, да? Хотя она крепкая такая, боевая. И кто еще не согласен, женщины? Так вставайте. В рим-то единогласный, тот и воздержался. Ну ладно. Итак, надо учитывать психические функции человека. Женщина очень ердое существо. Не надо как с пушинкой обращаться, вот так, очень аккуратно. Чтобы ее не как и мужчина, у него очень болезненные, у него очень болезненное самолюбие в том плане, что он все время в жизни должен победить себя. Поэтому мужчина рождается. И поэтому надо всегда к нему относиться, как будто бы он уже себя победил. Ну то есть надо его вот относиться к нему в этом аскезе женское заключается, что он такой вообще очень молодец. То есть ученик такой молодец, хороший. Ученик надо так относиться уже заранее. Даже не обязательно говорить это. Он может догадаться, что это из лекций. Но смотреть можно. Так. И пусть вознесет. Хорошо. Над женщиной. У меня уже навоевать за мной началось. Сейчас я объясню вам. Во-во-во, мне нравится, что вы уже вот так. Вот так и победам, вот так надо задавать вопросы. Ладно. Я думал, что вы так и вопросы задавали. Оказывается, мужчина и женщина в дополнение. Я понял. Я понял. Сейчас объясню вам. Никаких шансов. Шансов вам построить отношения с мужем. Никаких шансов вообще. Потому что, веды объясняют, женщина, которая сражается с мужем, обречена на поражение всегда. Всегда. А женщина, которая научилась, поняла, что с мужем сражаться не надо, она всегда побеждает. Почему? Потому что женская психика, она несколько раз сильнее мужской. И поэтому природа так придумала, что женщина, она должна вести себя по отношению к мужу. Надо вот вам тренироваться. Я вам упражнение одно тут показываю. Вот смотрите. Вот так. И добавить два-три слова. Дамы, дамы, дамы. Давайте. Пошли не очень. Она очень помогает. Я согласен. Если я один раз так скажу, мне в глаза только... Ты где была? Извлекается сначала, потому что это неожиданность для него была. Знаете, женщина, когда видит топор мужчины, неестественное желание сражаться, сопротивляться, потому что, ну, это как выбор. А если я еще как бы... Еще вот так сделала, то она... И все, и понеслась как бы. Это только первый эффект. Понимаете, если джина в бутылке держать, когда вы его как бы из бутылки выпускаете, он сразу... Такой большой. Ну, что он засиделся в бутылке, понимаете? Так мужчина. Сначала он как бы может наехать, когда его подкупорить, дать ему немножко возможность. Но, понимаете, если женщина вот так себя ведет, что с мужчиной происходит? Он сразу успокаивается, понимаете? То есть, для чего этот вообще принцип нужен? Для того, чтобы мужчину... Остудить и все. Потому что, смотрите, вот принцип мужчины, да, допустим, это полный стакан. Принцип мужчины. И также его давление. Чем больше принцип, тем сильнее давление на вас. Чем сильнее давление, тем больше вы боитесь согласиться. Думаете, что если вы согласитесь, значит вам конец. Объясняю, как работает система. Вы вот чуть-чуть согласились, принципа меньше. Еще чуть-чуть согласились, еще меньше принципа. Еще чуть-чуть, еще, 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 еще. Потом что наступает? Никакого принципа не осталось. Он что вам потом говорит? Да на самом деле ты права. Так всегда бывает, потому что у него нет принципов никаких мужчины. У него есть чувство собственного достоинства. У него никаких больше никаких принципов. Принципы только у женщины есть. Это она воюет за принципы. Она говорит, у нас стакан должен здесь стоять на кухне. Он говорит, нет, не здесь. Почему он так сказал? Потому что она сказала, что ему неправильно. Вот и все. Если она ему говорит, мой муж, вот где хочешь, ставь свой стакан. Шансфирена. Но мне, мой дорогой, почему-то хочется, чтобы он здесь стоял. Я не знаю, почему он не такой. И он скажет, ну ладно, пускай здесь стоят. Вот и все. Из страха женщина боится согласиться с мужчиной. И веды говорят, как проявляется разумная женщина. Она соглашается. И поэтому она всегда в семье лидирует. Она согласна. И всегда лидирует. Согласна не означает унижение для женщины. Она сама соглашается. Ее никто не заставляет. Она сама вот так делает. Сама может так. Это не значит, что она так считает. Она согласна с мнением мужа просто. Согласна. Но и не значит, что она так считает. Он это потом поймет. Есть другое мнение. И он не против этого другого мнения. Главное, чтобы она была с моим мнением согласна. Вот и все. Если она потом не туда стакан поставит, он даже не заметит это. Главное, чтобы она была согласна. Вот и вся система, понимаете. Она очень простая. Поэтому женщина не вот так вот, а вот так. Она себя ставит сама ниже для того, чтобы гармония в семье установилась. Потому что она сильнее же психические мужчины. Если она ставит на равных, то ему чувствует себя хуже. Он начинает сражаться за свои права. Она ставит себя ниже, он успокаивается сразу. Все проблемы решают сами, само собой. Все равно все по-женски будет в доме. Все будет по-женски все равно в доме. Что в доме по-мужски скажите? Что по-мужски? Обои есть? Висят мужские, да? Нет, как женщина хочет. Кровать по-мужски нет. Гордины по-мужски нет. Все по-женски. Женская энергия везде в доме. Что на кухне, что по-мужски как-то убрано, все по-женски. Все так. Как женщина хочет, все в доме по-женски происходит. Мужчина не может там ничего, даже миллиметр себе отвоевать. Она даже, когда его нет, она даже в его кабинет пробирает, чтобы там порядок сделать. Потом он не знает, где-то что лежит. Пробирается даже в кабинет везде, а она уже везде. И ничего не сделаешь. Никаких вариантов сопротивления бесполезны. Поэтому в этом нет проблем. Надо просто знать как. Мы сейчас говорим о сострадании. Сострадание возможно, если ты понимаешь, что близкий человек хороший. А если ты не понимаешь, что он хороший, значит между вами ничего вообще не может быть сейчас. Потому что отношения прокисли. Для того, чтобы они восстановились, надо садиться рано утром, ставить фотографию и просить прощения, прощать. И не надо думать, что ты можешь болтовнёй своей или ещё чем-то, и заставить его сказать что-то, изменить ситуацию. Сострадание означает, что ты принимаешь боль человека. Постепенно, когда ты его прощаешь, просишь прощения, ты начнёшь понимать, что ему очень тяжело жить на свете. В этом мире всем очень тяжело жить. Но не надо думать о том, как не тяжело. Это позорно, понимаете. Это не помогает человеку. Помогает думать о том, как другим тяжело. Потому что в этом заключается любовь человеческая. А только любовь может спасти наше отношение. Мы смотрим со страданием в глаза и говорим, тебе это трудно. Несмотря на то, что я болен, устал, я говорю о том, как другому трудно. Вот пойдёмте, особенно вот два мужчины вот таких возраста. Пойдёмте, вот здесь есть места свободные, никто там не сидит. Пойдёмте, и вы, и вы, и пойдём сюда. Давайте, заходите. Садитесь, вот здесь два места есть. И вот сейчас мы проявим сострадание тем, кто стоит. Поднимите руку, потому что рядом с кем есть свободное место. Всё. Все проходите в зал. Кто руку поднял, увидел, идите на руку. И вам, да тут возможно, поднимайте руку, значит, естественно, стоит. Вот здесь ещё два места есть. Там ещё одно место. Здесь место. Пожалуйста, проходите, 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 сестры. Места есть, всем место кладут сзади. Проходите. На скамейке тоже куча мест. Можно вперёд пройти на скамейке себе. Проходите. Саша. 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 Есть место. Проходите, проходите. Вот на скамейке можно сесть. Красивые девушки. Все готовы. Ещё есть, видите, ещё одно место. Проходите. Вот ещё одно место. Проходите. Видите, как хорошо вам справиться. У неё, может, придёт, не приставать. Она ходит на лекцию уже 10 лет, когда её служит. И всегда сидит вот на этом месте, вот сюда. Чего вы хотите? Вы встаёте. Правда, надо с другой стороны обойти, там, где же будет. Продолжаем. Итак, я ещё хотел бы в этой связи кое-что сказать важное. Дело в том, что вообще у человека есть две судьбы. Одна судьба — это карма, это очень жестокая вещь. Механика, понимаете? Изнутри идёт сила, заставляя близкого человека мучиться и тебя мучить. Механика такая работает. С ней ничего не сделаешь. Но есть другая вещь. Называется разумное существование. Она побеждает эту механику. Если человек повторяет, постоянно слушает музыку духовную, он повторяет «я желаю всем счастья», он не смотрит кабельное телевидение, ну, то есть вот это вот негативные эмоции, все эти вот, то есть бред вот этот, который оттуда идёт, не наполняет предом квартиру. Если он постоянно старается прощать, просит прощения, то есть, смотрите, он ведёт активный образ жизни в плане внутренних чувств, то он побеждает карму. Понимаете, проблема заключается в том, что мы не хотим этой активной жизни, мы ждём. Мы ждём, когда у нас жизнь будет хорошей. Вот это ожидание является ядом, победы говорят. Когда человек ждёт, когда будет лучше близкий себя человек вести. Это яд, он пускает яд в отношениях. Девушка ждёт, когда она выйдет замуж, она пускает яд в свою возможность выйти замуж. Потому что она не должна ждать, она должна вести себя по-женски. Она должна заботиться обо всех, всем служить. Она звонит, должна подружкам, любить их. Должна всех по кругу бить, начать, а не сидеть скучать. Понимаете? И она быстро выйдет замуж таким образом. Мужчина, допустим, не может на работу себе найти. Сидит дома, смотрит телевизор, нет работы. Надо идти искать. Или работать там, где уже есть. Пускай меньше зарплата, но это означает, что тебе легче потом будет найти там, где лучше зарплата. Ты начал где-то работать, у тебя пошла сила внутренняя. И эта сила, она находит работу. Если человек просто прокис, работа не найдётся. Он никому такой не нужен. Понимаете? Надо стать мужчиной. Этого надо работать. То есть система всегда означает что-то делать. Она не означает мечтать, тосковать и смотреть телевизор. Но наша проблема заключается в том, что мы очень сильно подселены на все эти вещи. Внутренняя жизнь всё меньше сейчас у людей приоритетом является. И поэтому люди спиваются. Наркотики, пьянство, азартные игры, интернет. Это всё результат того, что человек не работает в разуме. Он не может активно жить. У него нет возможности внутренней побеждать свою карму. Он её пытается сбросить куда-то с помощью вот этого пассивного восприятия мира. Понимаете? То есть он просто-просто от неё бежит, от своей судьбы. От неё не убежишь, она всё равно тебя догонит. Поэтому это не метод. Надо сражаться с помощью молитвы, позитивного мышления. То есть метод очень простой. Есть святые люди, которые победили судьбу. Они сияют. Поэтому называют святые. Они чем сияют? Энергии счастья. Надо кланяться им. Когда человек кланяется кому-то, он... Вся сила аскетизма или сила человека находится в его стопах. Когда человек кланяется кому-то, он таким образом, позитивно настроенно кланяется, он берёт эту силу у него в стопах и себе в разум помещает голову. Таким образом он обретает силу. Теперь спросите мне, скажите мне, из вас кто-то будь раз в жизни родителям поклонился? Один раз. Кто поднимите руку, кто один раз поклонился? Видите, как мало. Кто много раз поклонился? Я не спрашиваю такой вопрос, потому что обычно поднимают две руки. Понимаете? Идея в чем заключается? В том, что основная милость или сила счастья, или удача, или птица счастья приходит к человеку, когда он получает её от старших. Самые старшие у нас это родители, которых мы не любим, потому что мы накатили негатив к ним, потому что мы видим только плохое в них, что плохое они для нас сделали в жизни. А мы не видим, что они нас родили и вырастили. Это ни с чем не сравнится. Человеку дали жизнь. И когда человек кланяется своим родителям мысленно, он получает защиту от лучших сил. Понимаете? Поэтому веды рекомендуют всегда кланяться своим родителям, чтобы человек был защищён, чтобы удача жила в его жизни, чтобы он не был проклятым. Потому что когда человек не кланяется своим родителям, то не кланяясь отцу, он не получает защиту в социуме. Он не может работу найти себе, не может положение в обществе занять правильно, денег не хватает в жизни. Когда он не кланяется своей матери, то в семейной жизни, в личной жизни нет счастья. Понимаете? Нет правильных отношений с матерью, нет личной жизни счастья. С отцом нет в обществе успеха. Почему? Потому что всё зависит от человеческой жизни, от тех сил, которые мы откуда-то получаем. Большинство людей считают себя способными что-то сделать в жизни. Способными. Я могу. Но что мы можем? Мы полностью здесь зависим. Без воздуха мы не проживём. Нам нужен воздух. Без солнца мы не проживём. Без властей мы не проживём. Будет хаос в стране. Мы не проживём без работы. Денег не будет. Мы во всём зависимы. Мы абсолютно беспомощны здесь. И если человек правильную зависимость себе выбирает в жизни, то он процветает. Правильная зависимость это от добрых сил зависимость. Если ты по-доброму думаешь обо всех, где договорится, к какому бы состоянию бытия человек не стремился, такое он получает. Если человек постоянно думает о колбасе, не о колбасе, о плохом организме. Значит, получает такой результат. Он получает, видит только плохое, он постоянно наноет ворхи, ему плохо жить. Теперь, плохо относится к правительству, допустим, плохой результат получает в отношении с правительством. Его начинает правительство мучить. Если он плохо думает о родственников, родственники начинают мучить. И принцип этот очень простой. Он описан в простых советских пословицах, русских, народных пословицах. За что боролся, на то и напоролся. Видите, очень простой принцип, он понятен. Поэтому надо бороться немножко за другое, чтобы не набороться, понимаете. Но там внутри к этому все само тянет. Вот, допустим, мы собрали застолье, собрали застолье. Ну, у нас праздник. Начали общаться друг с другом. Сначала там, да здравствуй, там, Вася, чтобы у него в жизни все было хорошо. Там, допустим, ну, поели, попили. Дальше застолье чем заканчивается? Все гады. Люди начинают извергать из себя понос. То есть они начинают говорить, вот этот вот козел такой, этому не повезло, ну, ничего, все будет нормально, если он исправится. Вот, это тоже, а правительство вообще говно у нас. И понеслась, понимаете. Понеслась. И конца, и края таким беседом нет. Что люди в это дело время делают? Они уничтожают свое счастье просто и все. Ну, смотрите, у нас здесь другая беседа, так? Мы стараемся позитивно настроиться, мы стараемся говорить о чем-то важном, нужном. То есть таких бесед очень мало. Телевизор включаешь, допустим, что там идет? Другая песня совсем. Там, в Мозамбике кого-то изнасиловали, на Таике кто-то утонул и так далее. Томатеды вообще не буду говорить. Сейчас все глаза квадратные будут. Я влетел до этого лекции в Черябинске, читал, летел через Шереметьево. В Шереметьево зашел, иду с чемоданом, но у меня нос немножко большой, там, черный волос, я не знаю. В общем, я смотрю, идут вот, ну, здравствуй, 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 стюардесса, мой сердечный друг, я так настроен всегда. Или просто к любым работникам аэропорта. Я смотрю, они идут, я вижу, вот я мысли чувствую, человека, вижу, что вот сейчас я их взорву. Вот я иду, с чемоданом, у меня вроде метан, и с перчатки не видно, ничего такого, не прошили, пояс. но просто как бы, вот я иду, просто с чемоданом, нормальный человек, люди идут мне навстречу, я чувствую, что они так смотрят на меня, я начинаю чувствовать, что я, наверное, точно сейчас их взорву, хотя сам, в общем-то, так не хотел, потому что они так смотрят на меня, что у меня появляется вот походка, вот бандитская такая. Понимаете, то есть все, то есть меняется психика, потому что люди так смотрят на тебя, все вокруг. Это называется массовый психоз. Так вот, в ведах, для того, чтобы массового психоза не было, людям старались не говорить все эти вещи. Ну, кому надо, говорили, вот кому надо, чтобы не было терактов, кто должен об этом знать? Кто должны знать? Правоохранительные органы, милиция там, воины там, всякие солдаты, но все, кто должен это знать. Там служба безопасности, зачем вот это поднимать, вот это вот, понимаете, то есть это все же психику людям просто крушили. Меня мать говорит, Олешка, Олешка, ты не в аэропорту, все, моя мама, ты где сейчас? Дома, мама. Значит, ты не взорвался, нет? Ну, неужели, если бы я взорвался, ей бы не сообщили? Ну, чтобы сообщить, чего беспокоиться? Поэтому, как бы, идея в чем заключается? В том, что если кто взорвается, так все узнает. А если не взорвается, так и не надо оповещать. То есть, сама культура, сама культура у нас работает неправильно. Культура означает больше говорить о хорошем, давать людям позитивное знание, чтобы сердца их расцветали. Вот здесь какой-то батюшка помолился, и все вылечились от этого. Кто-то вылечился. Вы знаете такую информацию или нет? Что, бывая батюшка помолился, и человек вылечивается. Кто-то знает, большинство нет. Большинство знает, что батюшка где-то нажрался, как свинья. То есть, это означает, опять же, что в мой роман нарушится связь с верой, с религией. Понимаете, от чего от такой информации? Получается, часто средства информации, массовой информации, карценизаторы, то есть, они находят только одни испражнения вокруг, и, соответственно, распыляют их по всему городу. Зачем? Это не то, что помогает. Поэтому, раз такие произошли процессы, надо просто одноглазого наставника этого выключить, и все, не смотреть. Не надо вы о других, вы о себе думаете. Это неправильное мышление, чтобы другие не смотрели, телевизор из девятых этажа выбрасывал. Я не для этого, как бы лекцию читаю, чтобы вы сейчас душили всех вокруг. Я говорю о себе, понимаете, пускай смотрит телевизор, а вы слушайте музыку духовную, и ваша любовь все равно победит. Не надо никого мучить, потому что, если вы сражаться со всеми начнете, от этого лучше не станете. в этой ситуации. А чтобы духовная музыка не раздражала, надо ее включать тише. Тише. На нервы. Вот нитей нет, чтобы она действует, но на нервы не действует. Она будет действовать, но на нервы не будет действовать. На нервы главное, чтобы действовать. Может, действовать. духовную музыку надо включать в соответствии с тем, какие есть возможности. Допустим, если ты включаешь тихо и все равно раздражает родственник, включай в наушники. Если близкие люди, допустим, даже не хотят, чтобы наушники слушать, надо пойти с наушником, смотри, Бонни М, мне нравится. Давайте им послушать Бонни М, а потом включить духовную музыку. И служить ходить. И на них будет действовать. Ты будешь такой счастливый ходить, и на них будет действовать. Через тебя. Вот. Вы специально сюда сели, чтобы со мной разговаривать? Вы поддержите. Давайте, а то, получается, что мы с вами общаемся, лекции не имеют. Погласно. Да. Видите, если бы человек не помогал, концерт обе не был. Итак, мы говорим с вами сейчас о страдании и о позитивном мышлении. Без позитивного настроя сострадания не бывает. Позитивный настрой означает, что мы создаем его внутри. Есть разные способы. Один из способов ходить на лекции, другой ходить на духовные программы в храм. И духовные программы называются словом таким немецким, русским ритуал. Ритуал. На самом деле слово ритуал имеет очень глубокий смысл. потому что есть такое санскритское слово, оно звучит рита. Рита. Рита, 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 рита. То есть, окажется, рита, это означает вселенский ритм, вселенский ритм, или ритм, духовный ритм, чистый ритм, который дает людям счастье, дает возможность получить счастье внутри. он дает такую чистую музыку сердце, понимаете, риется музыка, 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 то печаль, то веселя, бесконечное, вечное, мудрое, от которой так хочется жить. Понимаете, эта музыка приходит к человеку во время посещения тех мест, где люди говорят о высоком, думают о высоком, поют о высоком и так далее. У нас нет сейчас привычки их посещать. Но что такое ритм, слово ритм, понимаете, тоже от слова рита происходит в санскритском. Это означает, что бывают разные ритмы сознания, ритм сознания. И слово ритуал означает соединение с чистой энергией, понимаете, с чистым сознанием, что человек идет после этого и он испытывает счастье, и он раздает его вокруг себя всем людям. Знаете, в этом заключается начало сострадания, потому что пока человек не научится погружать себя в такое состояние сострадательным, он не сможет быть. Проблема заключается в том, что сострадание состоит из счастья, первая основа сострадания это счастье твое внутреннее, а второе это чуткое отношение к человеку, как на себя можно принять его страдание, только с помощью энергии счастья. Если у тебя у самого нет счастья, как ты сможешь его страдание принять? Тебе еще хуже будет, если ты на него посмотришь. Поэтому люди не смотрят на друга, они боятся получить страдания адейского человека. Почему? Потому что нет культуры получать счастье. Мы не знаем, как получать счастье, лучше его продуцировать из себя. Счастье вообще нам не принадлежит, энергия счастья веды говорят, исходит из сверхдуши, вот здесь она находится. Человек иногда сидит, бац, счастье появилось. Вот здесь раз, то почувствовал, что счастье из сердца выходит, то разок почувствовал, все не разок почувствовали, все чувствуют, что из сердца выходит счастье. И это означает, что человек не является обладателем счастья. Счастье не принадлежит ему. Он на самом деле может получить его когда-то, а может нет. Но есть способ всегда его получать. По карме иногда хорошая карма выходит, человек счастье получает. иногда не выходит и получает. Поэтому есть способ всегда получать счастье. Для этого как чистить зубы с утра человек должен произносить я желаю всем счастья и произносить сейчас я желаю всем счастья желаю всем счастья про себя и вам спокойнее станет и вы меньше будете вопросов задавать. Он точно говорит. Я желаю всем счастья желаю не он сразу вас расслабит. Будет просто лекцию слушать и все и не будет проблем. Итак человек должен продуцировать счастье он должен повторять я желаю всем счастья желаю всем счастья и молиться с утра. Если молитва связывает его с святым человеком а в этом смысл молитвы то в этом случае тогда у него внутри появляется что-то такое глубокое. Первое что появляется спокойствие он начинает чувствовать что все будет хорошо в жизни. Второе появляется сила внутренняя сила и появляется вера близких людей как результат такого поведения вера близких людей. Потом у него появляется желание понять близкого человека это все проявления сострадания сначала успокоение внутреннее потом появляется вера что все будет хорошо потом появляется сила потом желание посмотреть на близкого человека понять его это все результаты внутренней работы человека понимаете обычно люди которых не хватает счастья не боятся даже думать о близком человеке но что подумал о нем сразу плохо стало поэтому это означает нет работы паразитический образ жизни то есть нет работ мы ждем счастья ждать счастье означает я это зло реды говорят ждать счастье это зло злая жизнь некоторые думают я такой добрый человек я просто всю жизнь ждал счастья близких людей не дождался. Это не означает добрый человек, а означает злой человек. Потому что злой человек, он тянет части из них. Ждет. Ждать означает кинуть. А добрый человек, он ничего не ждет. Он просто садится, повторяет я желаю всем счастья, продуцирует счастье из себя, потом смотрит в глаза близкому человеку, ищет в них боль, и эту боль своим счастьем растапливает. Я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Ты позовешь, и я приду, я не могу иначе. Понимаете, означает здесь есть энергия счастья. У человека, если нет энергии счастья, он так не споет. Надо, чтобы здесь это было, энергия, понимаете, иначе ты не пойдешь растапливать кусочек льда сердцем своим горячим. Горячее сердце означает наполненной энергией счастья. Холодное сердце означает нет там энергии счастья. Итак, следующее высказание. Грех опасен для души. Грех опасен для души. Что такое грех? Неправильный поступок опасен, потому что он рождает плохие поступки и череду плохих поступков. Человек плохо сделал, что ты понеслась, у него дальше еще хуже, еще хуже. Как знаете, краник открывается какой-то. И если ты плохой краник открыл, через него плохое в твою жизнь начало литься. Допустим, человек жене изменил, он вроде ничего плохого не сделал, просто ему понравилась девушка, он с ней поспал. Ему кажется. Но он не знает, что на самом деле он разрушил отношения, глубокие отношения с женой. Он как бы причинил им бред большой. Это называется грех. И в результате этого причинения, бреда отношения к жене дальше, через эту брешь начинает идти плохая карма. Жена начинает плохо себя вести, она ни с того ни с сего начинает ругаться, он думает правильно сделал, что извинил. Понимаете? То есть начинает идти вот этот снежный ком, и его остановить невозможно. Почему? Потому что так действуют силы вот эти. Грех опасен для души. Но он бежит от тех, кто с любовью смотрит на все живое. Допустим, человек даже сделал плохо, но им надо учиться с любовью на все живое смотреть. Он должен учиться видеть все самое лучшее. Солнце, ты посмотри, какое солнце выше мне. Солнце, оно дает свое тепло тебе и мне. Солнце, дарите солнце, как весенние цветы, и сразу станет на земле еще светлее. Понимаете? Солнце предназначено для того, чтобы мы его дарили. Мы сами должны дарить. Не кто-то другой, а мы должны это делать. И солнце означает радость. Ра означает солнце, дасть означает давать. Солнце соткано из энергии радости, и поэтому, смотрите, солнце поднимается, птички чирик-чирик-чирик-чирик-чирик, они начинают вибрировать энергию радости. Они как бы не такие разумные, чтобы соображать, я желаю всем счастья, желаю всем счастья, через силу, понимаете? У них нет как бы такого. Ну, они, слушай, где солнце пошло, они чирик-чирик-чирик-чирик, пошли чирикать. Почему поднимается солнце? Солнце поднимается, цветы распускаются, деревья начинают расти. Там, где солнца больше, там оазис, джунгли. Все птички чирикают, все радуются, все процветает. И мы приезжаем, там немного солнца чувствуем, лепута. Ну, то есть, мы чувствуем много счастья, много энергии счастья. Но солнце находится внутри человека. Допустим, в городе Омске должно быть больше солнца, чем в городе Краснодаре. Почему там люди, потому что там привыкли к солнцу, они ходят, балдеют. А здесь не так много солнца. Люди должны вырабатывать солнце из себя. И поэтому в Сибири, говорят, сердечные люди. Почему сердечные? Потому что им приходится вырабатывать солнце из себя. Солнца не так много. Это правда. Сахары все ходят, как в Сахаре. Саи. Почему все тепло мокрое? Стреляли. Что такие люди? Фрегматичные. Достаточно. Солнца много, эмоции как бы не проявляются. Они такие как будто. Придавленные солнцем. Но есть там жизнерадостные люди, святые, которые побеждают энергию солнца. Это говорят, если человек сидит на чистом, сильном солнце, и у него при этом макушка холодная, значит, он цветует. Значит, всю энергию солнца он перерабатывает в радость, она на нем не накапливается, он ее как лампочка излучает. Я такое видел в своей жизни. Есть даже такое мероприятие, как бы в Ведах, Банча Махаяги называется. То есть, человек садится, у него четыре костра по четырем сторонам света, и солнце светит, прямое солнце сверху. Он садится четыре костра, и плюс солнце, в среди дня, и начинает интенсивно молиться. И при этом у него макушка охлаждается от такого занятия. Никакого перегрева не бывает, и солнечного удара. Но если мы так начнем делать, то нас просто сшибет оттуда, гроза солнечных ударов. Почему? Потому что для того, чтобы таким сильным человеком стать, надо тренироваться. Понимаете? Надо учиться желать всем счастья, надо стать солнечным человеком. Надо научиться быть сильным человеком, излучать из себя энергию солнца. Но у солнца потому, что есть внутренняя энергия, есть внешняя. Внутренняя энергия, где бы солнца не было, она всегда, мы можем ее взять. Она через стены проходит, эта энергия умственную природу имеет. И человек солнечный, бывают в Омске солнечные люди, жизнерадостные. Почему? Потому что они берут энергию Солнца, отдавая ее другим. Человек не может для себя взять энергию Солнца. В этом мире есть закон. Если ты хочешь взять энергию Солнца, надо ее отдавать другим. И тогда она появится внутри тебя. Она не может задержаться, она должна двигаться. Поэтому человек постоянно должен желать всем счастья. На остановке, допустим, стоишь, голова поворачивается в сторону трамвая, чтобы его притягивать. Вот. А надо заставить себя на остановке желать всем счастья. И сразу тебя расслабит, тебе легче будет. И трамвай, когда придет, тогда придет, но ты делом занят. Ты делом занят, и дома всем лучше становится. Когда ты думаешь, надо быстрее домой, сколько лекций может длиться, все голодные. Когда ты думаешь, у них начинает излишний желудочный сок вырабатываться, начинает голодать там сидеть. Понимаете? То есть этот механизм, он так закручен. Поэтому человек должен пересилить себе вот этот вот страх, злобу, ожидание, тревогу. Надо пересилить все это и повторять, я желаю всем счастья или молитву. И таким образом человек побеждает свою судьбу. Потому что почему плохо внутри? Вот вам, допустим, на третьем ряду, в праздниках. Женщина, вам сейчас плохо внутри. Я знаю. Почему? Вы знаете, у вас есть событие. А я знаю, что это событие, результат вашей кармы. У вас карма просто вышла наружу. И она начала выходить около года назад. Да, я не гадаю. Я просто вам докладываю ситуацию, что это ваша карма. Она реализовалась в событиях, которые связаны с близкими людьми и так далее. Вы поймите, что это не является случайностью. Но человек не должен печалиться от того, что она вышла. Он что должен делать? Он должен молиться. С помощью молитвы можно победить карму сначала внутри. Она сначала внутри перестает действовать плохо. Потом дальше что происходит? Она начинает действовать на людей, которые связаны с ней. В результате им становится лучше. Или они начинают лучше к тебе относиться. Так человек побеждает свою судьбу. А думать о том, что мне плохо, это не способ победить судьбу. Пытайтесь это понять. Видите, вам полегче стало. Потому что я молюсь. И вам стало легче тоже. Поэтому в этом смысл нашей беседы заключается. Чтобы мы с помощью знания смогли начать побеждать свою судьбу. Итак, грех опасный для души бежит от тех, кто с любовью смотрит на все живое. Дело в том, что когда человек с любовью смотрит на других, он начинает видеть, что он неправ. Для того, чтобы понять, что ты неправ в чем-то, вообще люди в основном не понимают, что они неправы в чем-то. Почему? Потому что они как смотрят на мир, что кто-то виноват в том, что со мной происходит. Или просто мне плохо, они так смотрят на мир. Это не означает с любовью. Это означает, я страдающий. То есть я. Основа я. Или я счастливый. Тоже основа я. Если сейчас спросить, кто из вас счастливый, то кто-то поднимет руку. Я счастливый. Если его спросить, а ты можешь быть несчастным? Он говорит, нет. Я счастливый. Это означает, что у него идет хорошая карма сейчас. Но он уже забыл, что несколько лет назад была плохая. Люди очень быстро эти вещи забывают. Надо понять, что это все означает я. Эта система не работает. Я счастливый означает, я наслаждаю счастье. Но завтра ты будешь от него же страдать, от своей же кармы. И тебе будет плохо. То есть так нельзя жить. Это в принципе неправильно. Человек должен не вообще забыть про себя. Надо стараться думать о других. Заботиться о других, служить другим, желать всем счастья. Принимать страдания людские, их недостатки на себя. Переваривать их в себе. И освобождать людей от плохой жизни. Почему люди имеют недостатки? Почему муж пьет? Почему он лентяй? Почему жена постоянно на эмоциях мучает постоянно? Потому что люди пострадают. Они мучаются, поэтому так себя ведут. Если мы начинаем желать всем счастья, мы меняем их жизнь. И таким образом меняем свою жизнь. Но хочется, чтобы сначала он. Вот в этом и заключается наша проблема. Проблема называется скупость сердца. Скупость сердца мешает. Мы все немножко хохлые по прибыли. Немножко. Чуть-чуть. Но у них, кстати, сердце очень хорошее украинцы. Очень доброе. Только внешнее такое. Сердце очень доброе. Поэтому мы должны вырвать из себя это. Вырвать. Убрать это все из своего сердца. Надо начать с себя. Это аскеза. Начать с себя это аскеза. Это очень тяжело. Но надо начинать. Удовольствие человека в жизни. Следующая высказанная, столь тридцать первая. Удовольствие человека в жизни зависит от его благочестия. То есть благочестие означает богатство, хорошее настроение, хорошее окружение. Означает влиятельность в обществе, означает хорошее здоровье, красота, способность не обращать на что внимание. То есть отречение. Все это признаки благочестия человека. То есть благочестивый человек испытывает счастье в жизни. Неблагочестивый – постоянное страдание. Здесь говорят, удовольствие человека зависит от благочестия. Но сострадание дарует счастье, которое не связано с его благочестием. Ну, допустим, человек вообще не имеет шансов никаких быть счастливым в жизни. Сострадание – это сила, которая дает возможность ему быть счастливым. Я знаю одну девушку, которая не могла выйти замуж. У нее сердце подсказало, что делать. Она начала заботиться о других девушках, которые не могут выйти замуж. Она начала им объяснять, как жить, начала работать с ним вместе, молиться. То есть начала им помогать, заботиться о нем, заботиться. И забыла про то, что она сама не замужем. Мне просто было неинтересно. Она все время занималась тем, что она помогала всем. Из всех этих девушек, которые были в этой группе, она первая вышла замужем. Почему? Потому что она начала заботиться о других. У вас так было, да, в жизни? Смениться, да? Почти? Почти? Потому что все остальные тоже будут мучиться рядом с ним, расходовать свои силы, им тяжело будет рядом с ним жить. Они будут мучиться, кто-то от него уйдет, страданий еще больше и так далее. Замкнутый круг, разорвать невозможно. Сама идея, что я мучаюсь, она не помогает. Надо всеми силами оторваться от себя. Допустим, волей сработать, не дают нам передвиг, защитить диссертацию. Разные у всех проблемы, не имеют значения. Проблема только одна. Забудь про себя и начни думать о других. Сострадание означает ходить и всем мозг парить. Сострадание означает мысли, желать людям счастья. То есть это не надо никому показать, что я сострадаю, понимаете? Это не надо делать. Сострадание это внутренний процесс. То есть просто сел на табуреточку и начал желать счастья этому человеку, этому человеку, никто не видит. Люди часто не понимают, зачем нужна внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь нужна для того, чтобы жить. Потому что жизнь всегда находится внутри человека, ее вообще никто не видит, понимаете? Она своя, она вот здесь находится Не надо ее показывать никому, она вот здесь Если у человека тут есть жизнь, там жизнь тоже будет Мне для того, чтобы лекцию прочитать, мне надо молиться, молиться и молиться Если я этого не буду делать, лекции тоже не будем Понимаете, о чем я говорю? Если здесь ничего нет, там тоже ничего не будет Это означает, что жизнь начинается внутри у человека Если жизнь внутри есть, жизнь будет везде Но если внутри плохо, это значит, что мы не так живем, вот и все Потому что в один период жизни будет плохо, в другой будет еще хуже В третьей чуть получше Понимаете? И не надо, человек не должен от этого зависеть И здесь написано одно из рецептов, как не зависеть Ты хочешь быть счастливым, ждешь счастья Это означает, что ты прожигаешь зря свою жизнь Человек ни секунды не должен ждать счастья в своей жизни Ты не поступил в институт, не трать время зря Надо просто желать всем счастья, молиться, делать добрые дела Готовиться к экзаменам? Да Но чтобы готовиться к экзаменам, нужны силы Ты уже не веришь, что ты поступишь И поэтому ты даже учиться не можешь Ты думаешь, блин, ничего не получится, я какой-то тупой Знаете, я вам скажу Люди часто поступают в институт Сказав всего два-три слова к экзаменам Я когда учился в институте, я замечал, что есть студенты, которые не сильно учатся И не сильно учат Они просто, вот они очень такие доброжелательные Он заходит, допустим, сдавать экзамен, берет билет И у него такое глубокое смирение перед преподавателем Не показное, а настоящее У него такое глубокое чувство заботы, уважения И он просто смотрит, берет билет, честно рассказывает Я вот столько-то знаю Он рассказывает вот так честно Очень уважительно к преподавателю Если вы хотите мне поставить два, поставьте два Очень с удовольствием Если он совсем тупо, как в дерево, вообще не учился Ну ставит два, сердцем Придешь еще раз, поставлю три Уже как бы он, даже два, это уже другое два, понимаете То есть оно без засыпки, а просто доброе, понимаете Если возможность три поставить, ставит три Ну иди, хороший человек Ведь так это или нет? Есть студенты, которые приходят, и мне глаза податы Я все знаю, все знаю, все, 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 я все скажу Что еще я забыл? И они начнут учить преподавателя Такие, ну иди, господи, когда ты заткнешься уже? Я уже устал Сколько можно говорить? И он вроде бы все сказал Все сказал Пять ставить не хочется Ну что делать? Пять ставить не хочется Надо задать еще какой-нибудь вопрос И преподаватель знает, какой вопрос задать На который ответа не будет За этот вопрос ставят четыре иди Таким образом, Веда объясняет На первом месте у человека стоит не знание Не информационное знание, а сердце Сердце означает любовь к преподавателю, к любому человеку Который бы, как бы, кем бы он ни был Он нуждается в любви Любой человек нуждается в любви И каждый человек должен получить от своих действий Любовь, пускай он экзаменатор Или еще кто-то должен получить прежде всего любовь А потом все остальное Или пускай он, ваш сын Он получил два Для того, чтобы он не получал два Ему нужна любовь Означается страдание Надо посадить его перед собой И спросить очень нежно Как у тебя вообще учеба в школе? Вот ты как уходишь в школу? Вот ты учишься, какой тебе предмет нравится больше? Какой нет? Он получил два Означает, хочется его порвать Если тебе хочется его порвать, то и расслабься Просто пожелать всем счастья И сегодня с ним вообще не разговаривай Так? Не так Что-то все задумались Не так, да? Хорошо Давай продолжим тему Сострадание к детям называется Тогда смотрите Ребенок получил два Надо расслабиться Пришла плохая судьба Через ребенка Он получил два Надо расслабиться Пожелать всем счастья Посидеть Успокоиться Сегодня ничего ему не говорить А если он нам нагреет? Ничего страшного Это не наша проблема Наша проблема находится вот здесь Сейчас вы это поймете Когда мы анализ проведем Эту тему Итак Мы расслабились Потом Приходим к ребенку И говорим Сынок А вот Что тебе нравится Изучать больше? Вот математика 2 Допустим А что тебе нравится? Мне нравится ботаника Тогда может тебе больше ботаникой заниматься? Учиться изучать ботанику больше? Мне мама Спасибо Мне так очень нравится Я хочу ботанику изучать больше Математику мне очень трудно изучать А почему у тебя Сынок Тебе трудно математику изучать? Мама Потому что у меня головка Так не соображает Понимаешь Я не могу вот это всё складывать, понимать. У меня головка вот на Ботанику соображает. А на Математику у меня головка не соображает. Это означает, что ему не надо много Математику изучать в жизни. У него другая природа. Ему надо изучать Ботанику, он в этом разобьётся и станет гениальным человеком. Гениальный этот какой человек, которому дали путь в жизни. Мы как обычно делаем, Математика не получается, мы долбим человека в Математику. Это означает, что мы закрываем ему двери в науку, потому что он только раскомину от нее получает. Потому что нельзя у человека развить то, чего он не знает, не может себе иметь. У него нет сил на это. Если у человека что-то не получается, он туда идет, еще хуже становится. Однако, если у человека что-то получается, он туда идет, его сила возрастает, и она захватывает также те сферы, которые не получаются. Но все равно они будут развиваться хуже. Все равно хуже. Но сфера основная будет захватывать и будет развиваться лучше. Допустим, у меня плохо идут языки по жизни. Но мне очень нравятся темы, связанные с философией, с духовной практикой. Я, допустим, беру, допустим, нахожу на химии, допустим, нахожу книгу в звуке о философии, читается книга. Мне очень хочется эту тему знать. И я начинаю слушать на химии и смотреть на русский перевод. И мне нравится тема, понимаете, язык сам входит в голову. Хотя мне трудно его запоминать. Почему он начал ходить в голову? Потому что я развил себе вот эту вот тему. И она захватила также язык. Это само собой происходит, понимаете? То есть, когда мы развиваем в ребенке какие-то способности, даем им ход, то все остальное тоже потихоньку призывает. Но для того, чтобы дать ход способностям, для этого жабу надо в сердце победить. Потому что мы-то хотим пять. Мы не хотим способности ребенка. Мы хотим, чтобы он был пятерочником. Вот что мы хотим. Хотим внешних вещей каких-то, понимаете? Но если разобраться, вот это пятерочник, это что такое? То просто бред. И все. Почему? Потому что я сейчас вам все объясню, докажу очень просто. Доказывается статистикой. Поднимите руку, кто из вас хоть раз в жизни свой диплом с отметками, ну свой табельный лист, показал кому-нибудь. Поднимите руку. На работу, конечно. Пять человек. Пять человек, понимаете? А теперь поднимите руку, кто мучает своих детей из-за этих отмен. Честно. Да ладно, все мучают, никто руку не поднимает. Все мучают, все до одного. Кто не мучает, поднимите руку. Вот они. Благодарен этим людям. Немудрые. Все остальные мучают. Почему? Потому что мы не знаем, как работает система. Мы ей очень сильно доверяем. Я недавно видел ситуацию, в которой ребенка еле чудом спасли от психушки. Чудом прямо. Он был уже на грани. И причина заключается в том, что у детей иногда наступают такие периоды, астрологические периоды, что начинает влиять плохая дурная планета. Например, Сатурн начинает давить на мозги. Вот допустим, у кого сейчас болит голова? Боль такая у головы, понимаете? У вас Сатурн давит на мозги. Вот прямо сейчас вот это давление, вот вы испытываете давление, это Сатурн давит на мозги. Вам тяжело? Это называется давление Сатурна, понимаете? Это не что иное. Это именно эта планета давит на ваши мозги. Я могу это доказать. Если человек ставит правильно подобранный камень на средний палец синего или зеленого цвета, у него сразу вот это и проходит за пять минут. Потому что он другой спектр реально Сатурна дает. И так далее. Просто я вам как примет привожу, что это все преодолевается только таким же способом. Но надо понять такую вещь, что Сатурн может также надавить и на способность учиться. И там бывает, что у некоторых детей в какой-то период жизни, астрологический период называется Десати, когда Солнце как бы стоит в гороскопе в одном месте, и Сатурн подходит к нему. Вернее, Луна стоит. И Сатурн подходит у человека и заклинивает. У ребенка особенно, допустим, это видно. Он не может учиться. А учителя говорят, гад такой, ты что не учишься? Заставляют его учиться. Родители говорят, почему два? Он объяснить не может. Он же ребенок не соображает. Он хочет учиться, он плачет, он не может. Или начинает отвлекаться на компьютерные игры. Его заставляют родители, учителя. Он не хочет. Потом он начинает, его на собрание вызывают, заставляют учиться. Он уже начинает учиться, пытаться, период плохой. Мозги перегреваются. Что происходит? Психический срыв происходит. Пам! И шизофрения. Вот одного ребенка я такого видел. Вот уже прямо чуть-чуть и шизофрения бы началась. То есть ребенок уже вот такой, у него уже все. У него уже глаза такие застыли. У него он уже не может спать. Ну то есть все признаки того, что у него все уже сейчас. Еще немного и все. И психический срыв наступит. Причина заставляли получать отметки. На самом деле причины не в этом заключаются. Причина заключается в том, что ни мамочка, ни папочка этому ребенку со страданием ни разу в глаза не посмотрели. Они посмотрят им в глаза. Им в глаза только с желанием получить пять. Это означает сосать из-за ребенка кровь. Вот и все. Наша культура вся создана на этом. Мы думаем, что это и это правда, это правильное поведение. Но на самом деле это уничтожает жизнь человека. Есть один человек только в нашей стране, который это понял. Он создал школу, в которой дети учатся, как они могут. И они развиваются творческие способности без всяких преподавателей, без всяких оценок. Они садятся просто и начинают материалы изучать все вместе, коллективно. Кто-то лучше, кто-то хуже. И этот материал они изучают за два часа гораздо быстрее, чем им могут впихать в голову за десять часов преподавателей. Вот и все. Есть фальдольская школа в Германии разработана, в которой вообще нет оценок до восьмого или девятого класса. Никаких оценок детям вообще не ставят. Почему? Потому что кто-то понял тему. А почему он понял? Потому что он научился хотя бы одному ребенку смотреть в глаза. Родители должны научиться смотреть в глаза своим детям. Потому что их цель заключается в том, чтобы увидеть, какой цветок растет. Куда он будет распускаться, в какую сторону. То ли он должен стать хоккеистом, чемпионом мира. То ли он должен стать поэтом. То ли он должен стать преподавателем, еще кем-то. Не обязательно все должны стать бизнесменом. Или бухгалтерским учетом. Или еще чем-то, понимаете, в этом роли. Потому что деньги это не то, что мы думаем. Деньги это результат. Мы думаем, деньги делают деньги. Изучился бухгалтерский учет, стал счастливым. Не факт. Не все люди могут этим заниматься. Не у всех на этой есть планеты, стоят правильные. Поэтому надо посмотреть, куда ребенка тянет. Ведь сердце у него само подскажет куда. Но если вы его задолбали до 10 класса, то его сердце ничего уже не будет подсказывать. Оно скажет вам, выдаст правильный ответ. Мама, я не знаю, кем я хочу быть. Это означает, что вы ребенка задолбали уже. Поздравляю вас. Поздравляю. Оценка 2. Итак, сострадание – ценная тема для нашей жизни. Потому что мы видим, что она проявляется в нашей жизни. Часто плачем горючими слезами, потому что от нас уходит близкий человек. Он уходит куда? К другой женщине или просто так уходит. Почему? Потому что мы его задолбали. Женщина не знает, как она задолбливает мужчину. Она задолбливает эмоциями. Потому что женщина, ее эмоции не вызывают никакой проблемы. Потому что у нее вот этот центр, откуда эти эмоции уходят, он очень крепкий. И поэтому женщина, она их постоянно пропуцирует и думает, что а что ты не можешь терпеть? Я тебе просто говорю. Я тебе просто говорю. Я же не ору на тебя, я просто говорю. Что ты на самом деле плохой человек? Просто я спокойно говорю. Ты мне не любишь. Все. Просто спокойно говорю. Надо дураку на лекции ходить. И так далее. Чтобы понять, как любить женщину. Все говорится об этом. Сегодня на консультацию пришли женщины и мужчины. Те оба хорошие. Они сели ко мне. И мужчина говорит. Талий Кеннадьевич, попытайтесь меня понять. У меня как бы... Одна мата, я не помню, мама католик, папа мусульманин. Я православный. Поэтому я не против там, чем она занимается, лекции ваши слушают. Я не против. Мне очень нравится. Пожалуйста, пускай слушают. Олег Геннадьевич, у меня только одна проблема. Она меня задолбала этими лекциями. Хотя я на каждой лекции говорю, что не надо долбать лекцией своих близких. Все равно это продолжается. И ничего с этим невозможно сделать. Потому что мы хотим мучить других. У нас нет состраданий. Даже с помощью хорошего знания мы хотим мучить. Мучить. И в этом заключается проблема. А надо что делать? Смотрим человеку в глаза состраданиями. Знание для этого предназначено, чтобы в сердце радость появилось, счастье, удовлетворение, забота о другом. Вчера в Челябинске ко мне одна девушка. Олег Геннадьевич, я очень смиренно задаю вам вопрос. Скажите мне, пожалуйста, как заставить мужа вставать пораньше? Я говорю, а зачем вам его заставлять пораньше вставать? Ну, чтобы ему хорошо было. Он где-то вставал, живет здоровый. Понимаете, Олег Геннадьевич? Я говорю, вы вот сейчас, если вы такая смиренная, говорю, вы сейчас смиренно меня выслушайте, я вам скажу правду. Зачем вам, чтобы он пораньше вставал? Она говорит, хорошо, я слушаю Олег Геннадьевич. Говорю, вам это нужно для того, чтобы вам стало лучше жить с ним. Ведь если вы будете пораньше вставать, и еще ваш муж, вам будет хорошо. Вот и все, говорю, причина заключается в том, что вы эгоисты. Просто для себя хотите счастья, даже таким способом. Все. Поэтому вы его мучаете, своего мужа. А если бы вы его не мучили, он давно бы же рано вставал. Потому что когда человека мучают, он сам не хочет и желает его делать все наоборот. Я уже приводил много раз пример своей кошкой. Когда в институте было, экспериментировал с ней. У меня кошка, когда голодная, она поднимает хвост и идет на кухню покушать. Вот. Я сидел в коридор узкий очень. У нас там, в столе, такие планировки. И я как бы сидел и ждал кошку. Я знал, когда она кушает. Она проходила мимо. И я, когда она проходила мимо, она отходит хвостом, как героиня дня идет в кухню, чтобы покушать. Я ее начинал подталкивать на кухню. Подталкивать, чтобы она быстрее жила кушать. И ничего плохого не делал. Просто подталкивал ее. Она разворачивалась и шла назад. Очень недовольная. Они обломали весь кайф, понимаете? Весь кайф полностью. Она такая, вообще. Потому что я ее подталкивала на кухню покушать. Она вообще, просто им плохо было. Кушать. Посадите вы женщину. Ей хочется сесть, да? Посадите, пожалуйста. Вот там, где-то есть свободный. Вот здесь вот, вот есть свободный место. Оно давно? Оно, она как-то не решалась. Оно. Понятно. Вот. Второй раз она пошла. Я опять подталкиваю. Она опять разворачивается. И так раз в четыре. Но кушать-то хочется. Знаете, что она сделала? Она вылетает. У нас в кухне как будто кукол. Она из-за рула вылетает и перепрыгивает через меня. Она думала, что она победила ситуацию. Потом она подошла к миске. И я начал ее подталкивать там. Да, на кушку лучше. И она начала на меня бросаться. Она как встал. Я понял, что дальше нельзя, потому что все в капусте. Меня порвут просто. Вот и все. Кошка, да, что понимаете, кошка не может жить в таких условиях. Не то, что кушет. Понятно, что он никогда не встанет пораньше. Никогда. Это невозможно просто. Мы его подталкиваем мысленно. Когда ты встанешь? С лыбочками. Мучаем близкого человека, понимаете? Нет, не шансов. Надо отпустить его. Оставить в покое просто человека. Означает внутреннее счастье. Есть люди, которые ищут счастье вовне. А есть люди внутреннего счастья. Сейчас будем учиться желать всем счастья. Я не призываю вас, миссимо. Я просто пытаюсь вам помочь. Если я в чем-то не прав, простите меня, пожалуйста. Я не навязываюсь ваших взглядов. Я не хочу поменять. Я просто как могу пытаюсь вам помочь. Как могу. Иногда я могу ошибаться в чем-то. Примите, пожалуйста, меня с моими ошибками. Хорошо? Итак, мы сейчас будем повторять. Я желаю всем счастья. Что нужно сделать? Нужно вспомнить изображение святого человека, которого вы знаете. Мысленно кланяться и ему в стопы. Прямо в стопы. Вот так. Свои головы. И повторять спокойно. Не кричать. Не пытаться как бы себя что-то выдавить. А просто спокойно повторять. Мысленно кланяясь. Я желаю всем счастья. И думая при этом, что счастье на самом деле принадлежит этому человеку, а не мне. Ему кланяться и повторять. Я желаю всем счастья. Он услышит. Потому что счастье принадлежит тому, кто ближе к Богу. Он услышит. Вы почувствуете это счастье, оно придет вот сюда. Счастье вот здесь живет у человека. Вы почувствуете, здесь лучше стало. Как только почувствовать, не надо дальше на этом концентрироваться. Думать, блин, мне лучше стало. Работает. Не надо об этом концентрироваться. Надо всегда уже иметь перед собой человека, которому надо это отдать. Который нуждается в этой энергии счастья. Об этом человеке также надо помнить. Когда почувствовали, лучше стало. Сразу надо сказать себе. Это не для меня, а для него. Все этого достаточно. Энергия эта пойдет туда. Здесь меньше не станет при этом. В этом фокус-фокус заключается. Если начнешь думать о том, что тебе хорошо, пропадет вот эта картинка, вся все пропадет, потому что для этого предназначено, чтобы этим наслаждаться. Понимаете? Энергия счастья предназначена для того, чтобы ее отдавать. Нет другого предназначения в ней. Поэтому, когда человек все время счастье отдает, то он все время счастье отдает. Система очень простая. Повторять надо спокойно. Звук должен идти отсюда. Стараться. Из три вида звука. Один изъедет из головы. Я желаю всем счастья. То есть это такое, знаете, думает в это время о чем-то. Не надо ничего, ни о чем думать. Или второй вариант. Человек вымучивает что-то из себя. Я желаю всем счастья. Тоже не работает система. И третий способ. Это спокойное повторение отсюда. Спокойное. Во-вторых, надо всем вместе. Никто никуда не бежит. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастью. 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 Я желаю всем счастья. 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 Я желаю вам счастья.